почему мужчины пропадают почему мужчины внезапно исчезают либо после первого свидания либо на каком-то этапе взаимоотношений этот я звоню сказать сообщить тебе что ты мне вообще ну как бы не понравилось и поэтому я тебе не собираюсь больше звонить и больше с тобой видеться не хочу а действительно ли ему все так нравится как вам кажется или же все-таки есть что-то недосказанное значит мужчина слабый ну нормальный бы мужчина объяснился привет меня зовут ярослав самойлов я дипломированный психолог и прежде чем мы перейдем к этому видео прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик и обязательно смотрите это видео до конца возможно кому-то этот вопрос покажется банальным но очень часто девушки и женщины задают такой вопрос вот я общалась с мужчиной или у нас было первое свидание а он не перезвонил хотя на свидании говорил что я ему так понравилось и он очарован почему же так тогда происходит или же часто когда девушка говорит что или женщина девушка что вот мы общались с мужчиной вот у нас были отношения и все было прекрасно все было идеально и вдруг ни с того ни сего резко и внезапно мужчина исчезает и причем без объяснения каких-либо причин в чем дело ярослав почему так происходит можете ли вы объяснить поведение мужчины конечно же могу и сейчас буду стараться это сделать и так если вам кажется что мужчина исчез внезапно резко неожиданно то вы должны понимать что это происходит именно по вашему ощущению так для вас резко для вас внезапно то есть получается что если я не отслеживаю не вижу реальность таковой какая она есть а я сам себе придумываю что-то на основании читать чьих-то слов или на основании чьих-то ощущений или же например мужчина ведь да все нормально и женщину значит все нормально или же вы более чувствительный человек более чувствительной личности вы понимаете что нужно прислушиваться к интонации ко взгляду к поведению и что нужно стараться видеть ситуацию глубже и например вам это значит одно что вам казалось что все круто по вашим ощущениям по вашему представлению возможно по вашим фантазионным каким-то фантазиям представлялось что все круто но если человек резко уходит или в принципе уходит это значит что для него круто не было ведь сложно представить что какой-то человек будет уходить оттуда где ему действительно хорошо где ему действительно комфортно и где он ощущает просто тотальное счастье получается что мужчину что-то не устраивало ему что-то не нравилось и возможно он намекал на это а возможно молчал и возможно это такой мужчина который не умеет выражать своих чувств выражать какого-то может быть кого-то недовольство либо не инициировал какой-то разговор и для него было проще всего просто уйти или исчезнуть и знаете многие девушки данной ситуации они думают но значит мужчина слабый ну нормальный бы мужчина объяснился нормальным и мужчина бы сказал что-то да отчасти вы правы но при этом можно увидеть и позитивное намерению этого мужчины потому что если его причина ухода это просто потому что например девушка ему перестала нравиться или потому что он узнал ее больше узнал и он понял что с этой девушка ему не по пути или что-то конкретно его ну скажем так общими словами ему эта девушка разонравилась или больше не нравится у нас ментальности не принято говорить людям прямо и в лоб когда что-то не так да у нас принято в ментальности когда уже два человека воюз друг другом там уже начинаются оскорбления но когда между двумя людьми нет войны тогда зайти у нас не принято как бы прямо говорить ты мне не нравишься или я считаю что с тобой что-то не так и поэтому я не хочу с тобой общаться часто и мужчины они думают что если я уйду без объяснений это будет более менее болезненно для женщины чем если я начну есть что-то объяснять например что ты мне перенравилась или что-то во мне мне в тебе смутило любое какое-то объяснение которого не есть ему кажется что это будет хуже и гораздо менее болезненно исчезнуть без объяснений и конечно же также скорее всего делали в семье у этого мужчины скорее всего не было принято в его семье где он рос открытых искренних разговоров где можно было в безопасной форме выражать обратную связь человеку либо члену семьи более яркий здесь пример это когда мужчина так сказать исчезает после первого свидания тут точно самая частая причина это просто потому что девушка или женщина не понравилось мужчине вот представьте он будет после перстань гореть слушай эту тебе звоню сказать сообщить тебе что ты мне вообще ну как бы не понравилось и поэтому я тебе не собираюсь больше звонить и больше с тобой видеться не хочу звучит грубо и на самом деле большинство людей большинство женщин это будет слышать обидно и неприятно и поэтому мужчины после первого свидания если они исчезает они это делают без объяснений просто пропадает и на самом деле после первого свидания но это не совсем исчезновение да потому что после первого свидания никто никому ничего не должен это что мужчина на первом свидании мог говорить ты мне нравишься ты приятный человек ты классная часто люди говорят друг другу хорошие вещи для приличия по правилам этикета потому что так принято договорить доброе утро когда она далеко не всегда добрая и поэтому если вы хотите чтобы вашей жизни мужчины перестали так сказать исчезать тогда вам нужно научиться строить доверительные взаимоотношения доверительное общение с этим человеком если мы говорим про более длительные отношения тогда нужно уметь выстраивать не только доверительные отношения а еще выстраивать ритуал обратной связи это какой-то период раз какой-то период когда вы вместе взаимодействуете с мужчиной и вы можете в безопасной друг другу форме выражать что вам вас устраивает или не устраивает в отношениях поймите пожалуйста не бывает идеальных отношений что значит идеально добавить классные гармоничные хорошие отношения идеально это смысле но не бывает что все в друг друге нравится во взаимодействии по-любому есть что то что кого-то из партнеров рано или поздно начнет смущать ну потому что есть какой-то элементы притирки и поэтому это нормально что должен быть какой-то ритуал например раз в месяц когда вы открыто можете сказать чтобы вам хотелось лучше в отношениях что улучшить что можно исправить где вы не требования проявляйте друг другу не критикуете а из разряда что хотелось бы такой ритуал он поможет снизить вероятность какого-то резкого как будет когда кто-то резко уходит приведу пример который более будет вам многим понятен это в бизнесе вы же на наверное те кто смотрит видео вы наверное но минимум один раз жизни увольнялись работы и вы знаете людей которые увольнялись в компании в которой вы работали и вы наверно видели разные виды увольнений где-то человек увольнялся резкое безъяснение причин говорил все я ухожу я устал мне надоело а где-то как-то более спокойно аргументировано открыто и во многом зависит от то как компания какую культуру компания выстраивает внутри команды и если сотрудника с ним не общаться периодически не запрашивать у нее обратную связь не спрашивать у нее что нравится что не нравится что хотелось бы лучше в чем в чем нужна помощь если этого не делать тогда сотрудник понимает что все о чем я думаю этой компании скорее всего плевать на это и поэтому вот как раз в таких случаях чаще всего люди если увольняются то без объяснения каких-то причин и резко вот то же самое в отношениях но если сделать даже в отношениях формат диалога ритуал диалога там где вы взаимообмениваетесь в какой-то раз какой-то период давайте даже если это мужчина вырос из какой-то семьи варваров где так было не принято в созданном вами ритуале ритуалах он сможет этому научаться он сможет этому научиться и сможет тоже это делать и тогда вы будете более точно понимать а действительно ли ему все так нравится как вам кажется или по вашим ощущениям или же все-таки есть что-то недосказанное что-то то что его смущает любая проблема она же начинается с мелочей и потом эта мелочь как снежный ком накапливается и превращается чуть ли не в обиду и чтоб такого не допускать лучше эти проблемы решать по мере зарождения если мы говорим про первое свидание то но если для вас прям важно например чтобы мужчина если исчезнет то чтобы он объяснил почему после первого свидания то ну попросить его об этом спокойно да ну хотя для первого свидания это неприемлемо про первое свидание тут простой ответ что если мужчиной исчезает это значит он для вас исчезает поймите что первое свидание это не значит что кто-то никто никому не должен это значит это нормально что если вы друг другу не понравились либо вы не понравились мужчине либо он вам либо вы оба друг другу не понравились это нормально и не нужно вообще в принципе об этом париться но уже в каких-то более длительных взаимоотношениях которые длятся например мужчина исчез после секса первого секса или там после третьего свидания или после нескольких месяцев взаимоотношений или и что еще с более странно боль в длительных отношениях которые числяются годами еще раз там где мужчина исчезает резко я могу сказать точно значит ваших отношениях не было истинной искренней открытости и настоящести скорее всего вы изображали друг перед другом хороших и скорее всего идеально идеальные эти отношения они были только с вашей точки зрения а с его точки зрения было по-другому и вы спросите ну так если ему что-то не нравилось а чё же он молчал ну вот так мы воспитаны большинство людей мужчин и женщин что есть что-то не нравится терпи молчи сдерживай в себе и чтобы этого не было научитесь как женщина создавать ритуалы ваших взаимоотношений и особенно круто когда эти ритуалы начинаются создаваться но даже когда вам кажется да мы просто идеальная пара и у нас вообще нет никаких ссор и недомолвок если вы более подробно хотите разобраться в теме психологии отношений мужской психологии если вы хотите понять как перезагрузить непонятные странные токсичные абьюзивные созависимые отношения если вы хотите научиться привлекать достойных мужчин свою жизнь и сделать правильный выбор если вы хотите в принципе получить знания практики техники понимания и видения а как же на самом деле создавать действительно классные отношения где 1 плюс 1 равно 11 и чтобы это эти знания вы получали без воды а четко конкретно и по пунктам тогда прямо сейчас под этим видео записывайтесь на бесплатные вебинары мужчина честная инструкция по применению без драм и манипуляции где эти другие темы мы раскроем максимально подробно если это видео было полезно прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик пишите ваши комментарии и до встречи в следующих видео пока